Привет, друзья! Альпина со следующего года становится полноценным подразделением BMW Group, и уже сейчас компания публикует свои пресс-релизы на официальном сайте немецкого производителя. Эти планы были известны еще в начале года, и только сейчас компания начала воплощать их в реальность. Но сегодня речь пойдет не об этом, а о том, что компания уже 50 лет находится на рынке Южной Африки, где также активно продает свою продукцию, и чтобы отметить данное событие, местное отделение Альпина решило выпустить особую модификацию Alpina B3. Особый седан получил приставку South Africa Edition и будет выпущен ограниченным тиражом всего в 5 экземпляров. Если я все правильно понял, эти автомобили будут доступны для продажи только на домашнем рынке в Южной Африке. Обычно такие издания отличаются какими-то внешними атрибутами, и это не стало исключением. Особая B3 окрашена в особый цвет Alpina Green 2. Седан также имеет элегантные 20-дюймовые многоспицевые колеса Alpina, а также надпись Alpina на переднем спойлере и ретро-стилизованные боковые наклейки, которые использовались на автомобилях BMW 80-е годы. Интерьер особой версии не особо отличается от стандартного издания. Появилось несколько дополнительных логотипов с надписью Alpina и специальная табличка на центральной консоли, намекающая на эксклюзивность данного продукта. Все пять автомобилей будут выпущены с черным кожаным салоном и специальным логотипом 50-летия BMW Group в Южной Африке, выбитом на подголовниках. Завершают картину белые и зеленые декоративные строчки и кожаный руль с логотипом Alpina. Самое приятное в этом всем, что Alpina B3 является прекрасным симбиозом внешности обычной тройки и внутренней начинки топовой М3. Так что если вам не нравится внешность новой М3, но при этом технически для вас это лучший автомобиль, Alpina B3 может стать решением ваших проблем. Ведь внешность у нее такая же, как и у обычной тройки, но под капотом установлен модифицированный S58. Это тот же трехлитровый шестицилиндровый турбомотор, который используется в новой М3. Только в B3 он выдает 495 лошадиных сил, а вот крутящего момента здесь значительно больше – целых 730 ньютон-метров. Но никто вам не мешает сделать легкий тюнинг и довести мощность мотора до уровня в 510 сил, как у той же BMW M3. Вся эта мощь передается на все четыре колеса через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Автомобиль разгоняется до 100 км в час за 3,6 секунды и развивает скорость в 305 км в час. Понятное дело, что динамика B3 была умышленно урезана, чтобы не перетягивать на себя одеяло и не выставить BMW M3 в плохом свете. Кроме отличного мотора, Alpina устанавливает конкретно на этот B3 спортивную подвеску с переменной жесткостью. Также инженеры компании позаботились о тормозной системе и установили более производительную модификацию с вентилируемыми дисками и термостойкими тормозными накладками. Была проведена работа по настройке шасси и рулевого управления, а также установлена четырехствольная выпускная система. В общем, доступны все прелести современного спортивного седана. А теперь самое интересное. Даже учитывая, что эксклюзивная Alpina B3 оценивается в 162 400 долларов, и это никак не помешало BMW продать все пять экземпляров в течение нескольких дней. Так что новинка больше недоступна для покупки. Lexus продолжает расширять линейку модификаций для своего полностью электрического кроссовера RZ и относительно недавно представил базовую версию электрокарам RZ300i, которая теперь будет продаваться и на международном рынке. Эту информацию подтвердила сама компания. Всего за 55 150 долларов RZ300i предлагает передний привод и один электромотор мощностью в 204 силы. Такой себе бюджетный вариант. Есть и обратная сторона медали у этого решения. RZ300i имеет более крупный аккумулятор на 72,8 кВт-час, что позволяет автомобилю проехать на одном заряде 428 километров с 18-дюймовыми дисками. Однако с 20-дюймовыми колесами запас хода снижается до 360 километров, так что к выбору дисков стоит подходить серьезно. RZ300i имеет уникальный задний подрамник, который подавляет вибрации и шум и способствует плавной и тихой езде. По крайней мере, так утверждает сама компания. Кроме того, для новинки доступен и новый цвет для кузова, и в базе кроссовер оснащается новым зарядным кабелем, который работает как с розетками на 120, так и 240 вольт. К сожалению, в Lexus не раскрыли все информации о том, какие опции будут доступны самому простому RZ. Все, что известно, что салон кроссовера обшит обивкой New Luxe, теневой подсветкой и 14-дюймовой информационно-развлекательной системой. Также покупатели найдут различные системы помощи у водителя, включая круиз-контроль с радаром, помощь в удержании полосы движения, предупреждение о выходе за пределы полосы и помощь при распознавании дорожных знаков, а также систему предотвращения столкновения с пешеходом и другими движениями. объектами. В продажу новинка поступит уже в следующем году и будет доступна по всему миру. Porsche запустил новую отзывную компанию в США. Под нее попадают все Porsche Taycan, выпущенные в период с 2021 по 2023 год. Причиной такого решения стала реальная возможность возгорания аккумуляторной батареи. Причина якобы кроется в самом процессе зарядки аккумулятора, вследствие чего со временем могут прийти в негодность некоторые блоки батареи и спровоцировать короткое замыкание всей системы и, как следствие, привести к возгоранию. В 2021 году такая проблема уже была у одного экземпляра и ее якобы решили, но в 2023 году ситуация повторилась еще с двумя экземплярами. Чтобы не испытывать судьбу, в компании объявили отзывную компанию, которая начнется с 9 февраля следующего года. Всего Porsche планирует отозвать 205 экземпляров электрокара и проверить их батареям на наличие каких-либо повреждений. Такие вот дела. Что ж, друзья, а перед тем, как мы закончим, я хотел бы вам напомнить о своем втором музыкальном канале, где я публикую свою авторскую музыку. Если вам это интересно, переходите по ссылке в описании и присоединяйтесь. А у меня на сегодня все, так что не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые ролики и не забывайте о странице в инстаграме, доступной по ссылке в описании. Всем удачи и до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok